Всем привет друзья, с вами канал Минз Путешествий Мы сейчас поедем на канатке, в кабинке, Ариана как всегда занята самым важным делом в жизни Большая очередь и внизу на покупку билетов, потом на проверку билетов и на посадку порядка 20-30 минут нужно отстоять, дети конечно устали Канатная дорога открыта каждый день примерно с 11 утра до 12 часов ночи, в зависимости от сезона конечно Работает она без перерывов и выходных Стоимость взрослого билета 15 лари, стоимость детского билета 5 лари и для деток до 7 лет была бесплатной Билеты выдаются сразу в обе стороны, поэтому его нужно сохранять до конца путешествия Ну да, здесь не страшно, она здесь вообще коротенькая и невысокая И главное, что здесь мягко идет, потому что на одной канатке все так трещало, когда мы ехали, вот это страшно Для тех, кому важны красивые фото или камера плохо справляется с ночными снимками, желательно посещать канатку в первой половине дня до 14.15.00 Зайчики, вам нравится? Реан, вам? Да, нравится, очень страшно Страшно? 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 Есть ночь на вечер Красиво Можешь найти муку и черту неOME Страшно, я хочу позовеку Дальше Спасибо, Людмашинка. Такие скринние ощущения у вас. Это твоя внутренняя я, наверное. В целом канатная дорога Арго одна из самых запоминающихся изюминок города Батуми. При этом она является одной из самых продолжительных в Грузии. Независимо от сезона здесь всегда можно увидеть толпы туристов, желающих осмотреть курорт с высоты птичьего полета. Нам, конечно, повезло, потому что на Батуми мы смотрели с высоты птичьего полета, когда жили в доме, который мы арендовали. Кому интересно, то под этим видео оставлю ссылочку на полный обзор этого дома. Многие рекомендуют кататься на канатке вечером, а то и ночью, когда включается подсветка и город становится похожей на современный мегаполис, переливающийся тысячами огней. Мы же считаем, что на ее верхней площадке одинаково красиво и интересно в любое время суток. Поэтому, если вам позволяют время и финансы, попробуйте проехать на ней днем, а потом после заката солнца. Положительные эмоции и хорошее настроение гарантируется. Если, конечно, вы видавший виды турист, то, возможно, она покажется вам посредственная. Но дети мои все равно ее оценили. Канатная дорога в Батуми относится к новым постройкам, что не только украшает город, но и помогает привлекать еще большее количество туристов. Запустили ее в 2013 году. Длина канатки составляет чуть больше 2,5 км. Это расстояние пассажиры в современной стеклянной кабинке преодолевают примерно за 10 минут, пролетая над городом на высоте около 50 метров. Таких капсул кабинок всего 9. Они оснащены форточками, стеклянные. Можно пофоткаться вот так. Здесь всякие масочки и можно пофоткаться. Так. 10 получается. Что? А, вот, смотрим. Положив деньги, подождите 10 секунд. Про ТТ. Верхняя станция расположена на горе Ферия на высоте чуть больше 250 метров. Она хорошо оборудована и представляет собой ровную площадку, на которой разместились кафе, небольшая церковь, обзорная, сметровая площадка, магазины с сувенирами и вином. Цены здесь соответствующие. Если вы хотите потратить деньги, то, скорее всего, более бюджетно и рационально вы можете их потратить в другом месте. Например, в магазине, либо на рынке. Здесь стоит посмотреть красоты. Помимо всего прочего, на площадке внутри строения есть бесплатный туалет и отлично работающий Wi-Fi. Пробыть на смотровой площадке вы можете сколь угодно долго. Тем более, что виды с нее открываются просто потрясающие. Если повезет с погодой, то вы увидите весь батунь, как на ладони. А если захочется разглядеть что-то более детально, то рядом найдется большой платный бинокль. Обойдется он около одного лари. Опять-таки ваши дети его оценят. При этом стоит учитывать, что летом на верхней площадке довольно жарко. Поэтому не забывайте головные уборы. И если в ваши планы не входит посещение кафе на смотровой площадке и соответственно дополнительные траты, то возьмите с собой питьевую воду. Как добраться до канатки? Эта информация больше всего подойдет туристам, которые отдыхают в соседних с Батуми поселках Сапри, Кабулете, Уреки. Наиболее быстро и недорого добраться к нижней станции канатной дороги можно на автобусе следующим в город. Рекомендуем обратиться к водителю или пассажирам. Они обязательно подскажут нужную остановку. Если же вы живете в Батуми, то тоже можете подъехать на автобусе или прогуляться к набережной пешком. В любом случае в районе канатной дороги есть множество других небольших достопримечательностей, таких как колесо обозрения, статуя аллеи Нино, башня Чачи, морвокзал, которые вы сможете заодно посетить. Нижняя станция канатной дороги расположена на улице Гагибашвили, буквально напротив супермаркета Гудви. Рядом устроился небольшой инфоцентр для туристов, в который вы тоже можете забежать. Можно определиться в тематические такие наряды и тоже пофоткать, как делают люди. Хотелось бы подвести итог по посещению канатной дороги из метровой площадки. Так как канатная дорога достаточно новая, она не скрипит, не трещит, ее не болтает и даже детям, как вы видели, не совсем страшно было. Они не перебегали ко мне, спокойно сидели, у них горели глаза. То есть, страшно вам, я думаю, не будет. Мы отдыхали в сезон. Конец июня, начало июля. Как видите, нам пришлось постоять за билетами, но по сравнению с очередью на канатную дорогу в Нячанге с толпами китайцев, эта очередь была совершенно не очередь. Виды с канатной дороги открываются шикарные. Отлично видно море, гору и по обеим сторонам город. Так как я поднималась на площадку одна с двумя детьми и сказать, что хорошо рассмотреть все красоты Батуми, с этой смотровой площадки мне прям удалось, я не могу сказать. Хотелось бы рассмотреть больше, но все основное разглядеть я смогла и подняться туда стоит, но прям проводить там несколько часов я не вижу смысла. Думаю, что к концу этого видео, основываясь на том, что вы услышали и увидели, вы сможете сделать вывод, стоит вам посещать канатную дорогу и смотровую площадку в Батуми или нет. Я все-таки советую, потому что это достаточно интересное место, даже если у вас не будет захватывать прям дух, то в любом случае масса положительных впечатлений и воспоминаний у вас останется. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях под этим видео. Не жалейте пожалуйста пальчиков вверх, это нас мотивирует к выпуску новых интересных видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и увидимся с вами очень скоро. Всем пока!